Школьники дачного массива в Алматинской области вынуждены добираться до школы на такси. Жители вот уже несколько лет словно оторваны от цивилизации. Люди жалуются на бездорожье, перебои с водоснабжением, но самое главное, у них нет школы и автобусов. В результате львиную долю зарплаты родители отдают на частный извоз. Рустам Ралбаев продолжит. Школьные автобусы здесь заменяют частные такси. Конечно, на первый взгляд это кажется удобным, однако часто пятиместная машина едет с большим перегрузом, поскольку водитель просто не может оставить невместившихся детишек на улице. А сельчане уже не знают, где бы найти деньги на еще одну поездку на такси, чтобы ребенок не пропустил занятия в школе. У жителей дачного массива Аваталфазенда много проблем. Вода с перебоями, а асфальт в дефиците. Но больше всего местные переживают о будущем своих детей. Сейчас они даже не могут нормально ездить в школу. Приходится кооперироваться и нанимать такси. А если и эта машина сломается, то детишкам и вовсе придется идти пешком 10 километров. Ну, туда доставить нам детей нет возможности, потому что мы все работаем. Если не работаем, где мы, как детей будем это кормить? Мы хотим, чтобы выделили нам автобус, чтобы хоть немного, часть, чтобы возили туда в школу учиться. С просьбой обеспечить жителям школьные автобусы и построить дороги, местные обратились в окружной Акимат. Там ответили, что садоводческое товарищество не входит в компетенцию властей. Как людям решать проблемы, пока неизвестно. Эти люди живут вне населенного пункта. Это дача, и наш бюджет не предусматривает для них никаких работ. В садоводческом товариществе живут порядка 500 человек. Планируется, что скоро население вырастет. Мы будем с ними на связи. Сейчас местные жители просят дать им статус села, чтобы они могли получить помощь от государства. Пока же проблемы со школьными автобусами, дорогами, питьевой водой, электричеством и прочее им приходится решать самостоятельно. Рустам Аралбаев, Рашидин, Якупов, телеканал Алматы.